Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и перед тем, как я представлю вам вот эту ПТшку, которую мы будем с вами сегодня заценивать, я хочу рассказать вам одну страшную историю. Страшная история связана с тем, что один новичок, неопытный игрок, когда данная ПТшка появилась на продаже, попытался выговорить ее название и случайно вызвал Сатану. Но что с ним потом было я не знаю, но знаю, что он возможно сделал то же самое, что и я и купил данный аппарат за 20 тысяч голды, что я честно говоря до сих пор считаю крайне бессмысленной тратой моего золота. По одной простой причине, потому что я бы эту ПТшку сейчас, по состоянию на сегодняшний день, даже за 10 тысяч не купил. Но это мое субъективное мнение, кто не согласен, пишите пожалуйста в комментариях. Итак, ради чистоты эксперимента и поскольку я всегда должен представлять того, кого мы будем обозревать, я попытаюсь сейчас прочитать название данной ПТшки, ну а потом просто буду называть ее ПТшка, потому что честно говоря выговаривать вот это на постоянной основе я не согласен, а уж тем более бесплатно. Итак, Конон Джегдпанзер. Вообще складывается впечатление, что придумывая название для этой ПТшки, кто-то просто лицом уснул на клавиатуре, по-другому я это назвать не могу. Что могу сказать про ПТшку? Картон абсолютный, ну прям совсем-совсем. Что касается орудия, не могу понять, ребят, вот хоть убейте, почему сказали, что орудие 10 уровня одето на танчике 8. Наверное просто какой-то был такой коммерческий ход, по-другому назвать не могу, потому что глядя на характеристики, я не могу сказать в чем конкретно эта пушка от 10 уровня. Ну, разве что ДПМ 2700, типа большой, как для 8 уровня. Но, ребят, на этом в принципе все. Время перезарядки, ну, нормальное, как для 8 уровня, не имба, но и как бы долго ждать не приходится. Пробитие 255, ну окей, хорошо, но все равно как бы, ну, не 10 уровень, ну почему 10? Альфа в 350, ну, как бы, не знаю, было бы здесь 500 альфа. Окей, согласен, да, сказал бы, что десятки столько торгуют ПТшки. И углы склонения, да, действительно приятные, минус 8, плюс 15, короче говоря, очень приятно, очень кайфово. Разброс на 100 метров и время сведения очень классные, очень приятные. Ну и, честно говоря, меня всегда радовали. Не радовала меня живучесть данной ПТшки, она прям совсем не терпит стычек лоб в лоб с врагами. Поехали, посмотрим, как это выглядит непосредственно в замесе. У меня есть такое ощущение, что я вообще сейчас сольюсь одним из первых. И эта ПТшка, я бы назвал ее моим разочарованием, вот в топ-5 разочарований от покупок техники, я однозначно включу сюда именно эту ПТ. Это настолько была бессмысленная трата моей голды, я до сих пор об этом сожалею. И если бы можно было вернуть все назад, обязательно бы вернул и, как я говорю, не купил бы данную ПТшку и за 10 тысяч по состоянию на сегодняшний день. Только лишь потому, что она не доставляет мне практически никакого удовольствия. На ней очень сложно найти себе хорошее подходящее место для того, чтобы играть. Единственный позитив данной ПТшки, это точное орудие, с этим не поспоришь. И ее верткость, да, то есть возможность разворачиваться на месте, не давать себя закрутить. Но с учетом того, что вы не имеете брони спереди, вам абсолютно по барабану закрутят ли вас и будут ли раздамаживать сбоку. Потому что вы и спереди будете довольно-таки успешно отхватывать. Так, посмотрим. Вот сведение классное, вот точность орудия шикарная. Вопросов нет. Я никогда не сетовал на само орудие. Мне всегда не хватало исключительно живучести данной машины. То есть вот как только вы встретитесь с кем-то, я бы сказал, кто подъедет к вам поближе, вот вы сразу начнете страдать. Меня вот смущает вопрос того, что нас с тыла абсолютно никто не прикрывает. Все ребята поехали налево. Но сейчас справа отсюда будут спускаться товарищи, однозначно, которые захотят нас поразбирать. И мне эта идея нравится прям, ну не совсем. Потому что картон мы просто-таки жуткий. Блин, вот сейчас вот прям совсем не повезло. Но давай, время перезарядки и сведения не подкачайте. Дайте закинуть нормально. Но когда ты закидываешь вот так вот по 330 в товарища, у которого запрас в прочности 2300, ну как бы вот, не знаю, не совсем интересный момент игровой прям совсем. Голда не зашла. Попал я в стык двух бронелистов, что в принципе не очень приятно только что было. Потерял по сути и потратился на выстрел. И время потерял. Попадание вообще я понять не могу в этой игре, что такое попадание. Каждый раз говорю, что вы мне скажите конкретно, пробил я или не пробил. Потому что попадание, это если я куда-нибудь в стену стрелял, целился в нее и я в нее попал. Тогда это попадание. А так это должно быть либо пробитие, либо не пробитие. Надо сваливать отсюда. По одной простой причине. Потому что вот этот вот товарищ быстро перезаряжающийся, ну, меня, честно говоря, немножечко смущает. Так. Привет, браток. Далеко не с ноготок. Очень повезло мне сейчас. А вот сейчас совсем не повезло. Как я говорил, ПТ-шка картонная. И как видите, как только вы приехали к кому-то танковать лоб в лоб, нифига у вас не получится. Ничего вас не спасет. Вот если я правильно понимаю, то мне сейчас прилетело в стык двух бронелистов. И даже туда меня все равно пробили. То, что пробили в корму, как бы я вообще не удивлен. Потому что у меня складывалось всегда впечатление, что конкретно на этой ПТ-шке, сзади в корме, тут не то, что брони нет. Тут нет ни бронелистов, ничего. Это просто взяли и брезентом затянули. Ну, вот где-то как в УАЗике, да, без крыши, да, вот эти вот брезентовики. Короче говоря, вот такая вот броня на ней. Досматриваем бой, запрыгиваем в следующую катку. Ну, и обязательно посмотрим еще данную машинку непосредственно в самом замесе. Итак, друзья мои, бой закончился. 1875 единиц нанесенного урона. Ни одного противника мы не смогли уничтожить. По серебру ушли в минус, с учетом того, что использовали голду. Ну, и второе место в команде по урону. Я не знаю, то ли я один плохо сыграл, то ли вся команда не очень хорошо отыграла. Но какой бой получился, такой получился. Из песни слов не выбросишь, но и, соответственно, из слишком волосатой головы в шее не повыбираешь. Короче говоря, к чему рассказываю? Рассказываю к тому, что свои видео я снимаю в один дубль, ничего не вырезаю, ничего не приукрашаю, никого ни к чему не агитирую и не рассказываю вам, что вам, ну, прям кровь из носу необходимо копить голду, донатить в игру для покупки того, что по определению в ваших руках, если они такие по ровизне, как мои, будет играться крайне хреново. Поэтому, ребятки, если вы хотите честных обзоров на технику и на товары в магазине, без всякой шелухи, без прикрас, абсолютно честное, никем не проплаченное мнение, подписывайтесь на мой канал по желтому шильдику в правом нижнем углу, я вам буду безумно благодарен и постараюсь радовать вас новыми честными обзорами. Так, что мы имеем? Мы имеем не очень хорошую ситуевину, в которой, скорее всего, особо зарешать мы ничего не сможем. СТ-шка заехала с тыла. Надо нам отсюда сваливать, потому что СТ-шка сейчас нами займется. Я бы, честно говоря, не сильно этого хотел, потому как вся прелесть кормы была показана в предыдущем бою, но и расторговывать своей кормой у меня желания абсолютно никакого нет. Попытаемся просто благодаря быстрому КД повыносить тех ребят, которые максимально подбитые, потому что наша задача в данном бою быть танком поддержки и минусовать стволы, по возможности, как можно лучше. Так, Левчик. Левчик отвлечен. Вылазь. Блин. Почему? Вот только что же вроде бы нажал на выстрел и ничего не произошло. Кстати, ребят, ради интереса, напишите в комментариях, у кого такое встречается, что вы вроде бы на выстрел нажали, а выстрел не происходит. Это происходит прям в самый, в самый неподходящий для вас момент. Напишите, я думаю, всем это будет интересно, но, по крайней мере, мне так точно будет интересно. Одному мне так везет, как утопленнику, или есть еще такие же везунчики, как я. Так, Дракула, который заехал с кормы ко всем, остался один одинешенек. Делать ему, братка, нечего особо. Будем бодать его, будем делать все возможное для того, чтобы нанести ему побольше урона, ну и, соответственно, приближать победу, потому что мы просто, ну, в преобладающем настолько большинстве, что проиграть практически нереально. Итак, ребят, смотрим результаты второго боя, что показала ПТ-шка. ПТ-шка показала нам явно хорошие результаты по нанесенному урону. 3210, 3220, если правильно округлять, единиц урона. Знак классности второй степени. Мы сделали два фрага. Мы получили довольно неплохое серебром, но у меня включен прем. И мы заняли первое место в команде по урону. Итак, ребятки, давайте говорить откровенно по поводу данной ПТ-шки и что бы я хотел про нее сказать, в первую очередь, новичкам. Ребят, этот танчик не для новичков однозначно. Эта машина требует от вас умения прятаться, эта машина требует от вас умения принимать решения вовремя, сменить местоположение своей машины. Если вы еще этому не научились, однозначно машинка не для вас. Что касается играбельности машины. Она периодически, безусловно, приносит удовольствие. Она, безусловно, периодически приносит удовольствие от большого урона, который вы наносите за время боя. Она приносит вам удовольствие, когда вы добираете недобитка, вот как сейчас было в последнем бою. Вот прям одного забрал, второго забрал. Но это не только эта ПТ-шка способна делать. Многие машины другие тоже на это способны. Насколько она фановая, я бы оценил ее по уровню фана, где-то на 6 из 10. Я вам скажу почему. Потому что мне очень сильно не нравятся, и мне очень тяжело отыгрываются машины, которые имеют крайне скудную живучесть в бою. А у этой машины живучести в бою практически нет. Реальный ценник на эту машину, я бы сказал, где-то тысяч 7. Это вот нормальная золотая цена для этой ПТ-шки. Почему ее постоянно разработчики выставляют на продаже за большую цену, я, честно говоря, не понимаю. Ну, вот такой вот он был честный обзор на машину, названием которой можно вызвать дьявола. Но какое есть, такое есть название. Просто называйте ее страшная ПТ-шка. Всем всего хорошего, мира вам и спокойствия. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...